9 июля на станцию «Казахстан» в город Аксай прибыл специализированный медицинский поезд «Саламатта-Казахстан». Перед началом приема граждан медицинской бригады состоялась торжественная церемония открытия. В церемонии открытия приняли участие заместитель Акима Бурлинского района Алтай Тукжанов, главный врач медицинского поезда Айнур Егинбаева. Поезд «Саламатта-Казахстан» с бригадой врачей прибывает в отдаленные населенные пункты для оказания бесплатной медицинской помощи гражданам по пути следования своего маршрута. Передвижную медицинскую помощь жители Бурлинского района смогли получить в течение двух дней. За первый день на приеме у медицинской бригады поезда побывало порядка 500 человек местного населения. Идет прием в станцию «Казахстан», завтра у нас «Амангельде», потом станция «Шингерлау», и 13 июня мы заканчиваем полностью «Законно-Казахстанскую область». Дальше у нас «Костанайский область», у нас 140 станций запланировано. Медицинскую помощь в специализированном поезде оказывает бригада врачей. На данный момент мы уже осмотрели около 23 тысяч населения, из них 15% – это дети, остальные – взрослые. Жители отдаленных станций могут получить у нас бесплатную медицинскую помощь. График работает с 9 утра до 6 вечера, без выходных, мы ежедневно принимаем. Могут получить консультацию, пройти диагностику у нас. Какие специалисты у нас есть? Это хирург-трамотолог, окулист, невропатолог, кардиолог, стоматолог, гинеколог, уролог, педиатр, психолог, врач общей практики, лор-врач, лаборатория есть у нас, рентген, фюрография, маммография, эхоэнцефалография, электрокардиограмма и УЗИ всех органов. Все бесплатно, мы не смотрим, пациенты застрахованы или нет, всех принимаем. Даже если это гость, который приехал с другого населенного пункта, никому не отказываем. Результаты заключения пациента сразу же забирают. Допустим, если сдали анализ, результаты выдаются на руки. Если даже прошли рентген, фюрографию, ЭКГ, результаты сразу будут выдаваться на руки. Кроме того, в поезде работает выездная бригада, которая осматривает пациентов на дому после инсульта, лежачих больных, после травм, после хирургических операций. В ходе выездного осмотра врачи могут снять ЭКГ, взять анализы и предоставить другие услуги. Главный врач специализированного поезда рассказал о преимуществах прибытия медицинского поезда. В отдаленных станциях, ну это считается станция большой, город же, менее моногород. А в маленьких станциях там практически многие безработные. Соответственно, у них нету страховки. И они не могут получить медицинскую помощь. Вот им это очень большая помощь, потому что даже если они вот... Флюрографию по приказу один раз в год нужно проходить. Они могут пройти это у нас. УЗИ тоже, если они у нас прошли, вот этот УЗИ, он будет действительно в течение года. И другие услуги, которые... Стоматологические услуги. У нас все бесплатно, удаление бесплатно. Специализированный медицинский поезд стартовал из Астаны 1 мая и объедет все области страны до 20 декабря. Передвижная медицинская помощь уже побывала в Мангостаусской, Атыраусской, Актюбинской областях. Социальный проект реализуется Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Министерством здравоохранения при поддержке акционерного общества Самрук Казна. Субтитры создавал DimaTorzok